добрый день дорогие друзья позитивный салам алейкум из дружелюбного казахстана сегодня давайте рассмотрим вот такую проблему а проблема в чем по-прежнему очень много вопросов как обслужить не обслуживаемые батарейки то есть батареи без пробок хотя на эту тему у меня есть несколько роликов но все же давайте опять вернемся к этой проблеме и рассмотрим как я решаю ее ее эту проблему на что мы имеем вот имеем такой корейский аккумулятор который приобрели в июне месяце этого года я настойчиво рекомендую всем кто приобретает батареи такого плана корейские блять которые у которых конский задратый ценник присматриваться хотя бы к дате выпуска вот дружище приобрел такую батарейку ценник 56 тысяч деньги но здесь написано стартер что-то связано со стартером на чем должен его крутить но не обратил внимание что вот эта батарейка она у нас 21 года мне то есть она простояло на прилавке видим третья циферка это а блять подождите вот так вот наверно короче вот эта батарейка 21 года вот она единичка ноготь видно единичку не видно и новая новая ну давай попробуем обслужить ну давай попробуем привез батарейку на проверку и что мы увидели ну параметры я уже записал при нем давайте теперь попробуем их снять при вас так вот 520 по и н обычная кб 520 мы те же самые параметры мы видим 59 здесь 59 при всем при том с июня месяца он автомобиль эксплуатировал и 46 процентов заряда у меня на моем ценнике на моей бирочки 45 400 ампер пусковой ток здесь 401 напряжение 1228 здесь 1227 ну погрешность прибора какая-то должна быть при измерениях сопротивление 691 здесь 688 небольшое различие есть между замерами от этого как говорится никуда не деться насторожило что насторожило то что во-первых батарейка не до залита маленький уровень электролита видно да минимальный уровень электролита у нас он должен быть чуть чуть выше скидочку где-то на 3 миллиметра мы делаем на разряд батареи потому что напряжение у нас 1227 батарейка разряжена 45 процентов заряда даже показал прибор но и мы вот еще заглянуть внутрь батареи внутрь и к сожалению камера у меня туда не залезет но если вы загляните внутрь вы вот здесь под углом увидите уши эти уши они должны быть прикрыты делаем скидочку где-то миллиметра на 3 на то что электролит у нас при заряде расширится увеличится в объеме и примерно столько доливаем дистиллированной водички теперь батарейка то не обслуживаем а ладно это этот индикатор у нас выкручивается с помощью отвертки если он не выкручивается просто вытаскиваем его аккуратненько двумя отверточками поддеваем и вытаскиваем для того чтобы нам добраться в другие баночки зовем кента которого зовут шурик сверло на 8 и высверливаем вот эти дырочки для того чтобы потом эти дырочки нам закрыть мы пользуемся вот такими затычками тампонами или как по-другому назвать короче пробочками которые я вот беру на вал берись я сразу покупаю по сто штуках и они состоят из двух частей это клипса или пистон обивки вазовский мужа гулевский десятки восьмерки всего прочего вот так вот они выглядят выглядит вот эта сладкая парочка и затем мы вставляем вот эти половинки в отверстие предварительно сейчас я долью водички новая батарейка я не знаю с чем это связано но батарейка обсохшие и возможно по 20-30 миллилитров нее придется долить почему она обсуха либо потому что ее владелец этой батареи как он объяснил заряжал каким-то там интеллектуальным супер интеллектуальным устройством либо летом она выпарилась под капотом потому что машина летом у него практически не стояла он занимается установкой кондиционеров возможно поэтому лето было жаркое но как видим как я уже показал новая батарея уровень недостаточный значит уровень нам легко высчитать по рисуем две меточки верхнюю меточку и по уровню электролита и потом прикладываем вот ватерлиния прикладываем к ватерлинии и у нас получается где-то на почти сантиметр уровня нам недостаточно для этой батареи не знаю может корейцы решили сэкономить на электролите или еще что ну факт остается фактом теперь я сейчас залью водички буду ориентироваться на вот это ухо на ухо перемычки межбаночной и сколько я залью будет чуть дальше продолжение этого ролика так друзья но залил по 40 миллилитров электролита в каждую банку и видим что у нас как раз по черту ватерлинии то есть по вот этой черточки у нас образовался уровень но я если нет ватерлинии ориентируйтесь на именно на уши межбаночных перемычек по всем по всем баночкам я проверил уровень вот пожалуйста вот так ранее даже еще чуть меньше здесь отлично по всем баночкам заеблись почему батарея новая как бы батарея обсуши для меня загадка в тот но не загадка не хочу как гадать и забивать голову дни не себе него получилось получилось ну и хуй с ним так забыл показать вам плотность но плотность я мерил при клиенте плотность 123 было при маленьком уровне то есть можно предположить что здесь плотность вообще 121 хотя в принципе батарейка она крутила chevrolet cruz крутила парень довольный радостный сам теперь блять с оптимизмом блять с оптипизмом блять настроен и но решу привести на свою голову мне на проверку перед наступлением зимы и вот как бы не зря принес не зря привез но зря или не зря это мы давайте будем судить по завершению этого ролика и по подведению итогов так но сейчас бы его эту батарейку закидываем зарядный бокс и продолжим нашу научно-познавательную деятельность ну что наш корейский стартеров запрыгнул зарядный бокс и работать я буду на таком китайском устройстве по предыдущему ролику многие пишут там задает вопрос счет и вот блять хаешь этих китайские устройства сам на них работать до них а я их друзья я просто показываю их возможности допустим на что они возможны на что они способны вот это устройство так вот сразу выставляем 3 ампер щека 5 процентов и по достижению 13 вольт делаем абсорбацию эти устройства для предзаряда и для наполнения для абсорбации батареи само то то как они работают в режиме в автоматическом режиме не очень нравится я могу без проблем оставлять их вот новый кулер заменил блять а он все равно под гудить как-то странно а нет нормально чисто а нет пока пизды не дашь поджопник не выпишешь не хотит работать ну все нормально так выставили 6 процентов батарейка у нас так она у нас скольки шестьдесят количество и не посмотрел мы этом корея ну условно это будем так говорить пусть будет шестьдесят к наклеил свою наклейку что там кто там не не пугай моих подписчиков дорожка шара чё пугаешь людей чё ты хотела ну все все отлично все хорошо только позови все начнет близаться целоваться еще прочее так забыл ставить сейчас поставим вот эти заглушки чтобы лишние пары и электролита не вырывались у нас наружу и посмотрим сколько у нас затратит времени на основной заряд вот это китайское устройство сейчас у нас 20 минут 2 так время уже как говорится а мы еще не жрали сейчас устрою себе обед ну что хай работает китаец наш да пока не забыл не упустил мысль которая хоть хотел до вас донести блять все равно 8 что-то свободно проходит почему здесь сверлю вот здесь есть как бы места под под пробки вот такие будем так говорить типа на ебке и вот в этих местах как раз засвериваюсь но иногда засвериваюсь здесь вот в большинстве китайских корейских батареек вот эти места они сделаны из толстого пластика и при установке вот этих пробок шляпки обламываются то есть клин полностью не заходит из-за того что вот вот эта часть она из толстого пластика поэтому там лучше сверлить вот здесь в этих местах чтобы добраться до банок так насчет своей мысли выпустил шорт и в одну минуту пытался уложить принцип обслуживание вот этих аккумуляторов без пробок там я вскрыл одну банку одну пробочку вот эту и по ней пытался определить уровень и плотность так вот на самом деле да я начинаю работу с той банки с которой которой мы можем добраться вот до этой баночки мы добрались вытащили и по ней уже определяем стоит нам засверливаются либо нет если у нас уровень в порядке но нет плотности значит мы не засверливаемся работаем с этой батареей поднимаем плотность и контролируем нашу работу наше обслуживание наш заряд именно по одной баночке поток которой мы смогли добраться если же уровень здесь недостаточный как в нашем примере значит мы засверливаем все банки и уже работаем непосредственно со всеми банками то есть подливаем водичку и возможно контролируем плотность ну здесь орелометром не получится рефрактометром вот эту мысль хотел донести вроде как донес дотащил допер ну что продолжаем дальше так наш корейский друг порядка уже четырех часов стоит на китайском товарищи и вот такие показатели оставляю ее на ночь пора собираться домой пусть они общаются всю ночь между собой наш товарищ из южной кореи которого увеличают стартером простоял почти сутки и напряжение у нас дошло до 14 7 вольт это напряжение окончания заряда именно вот на этом зарядном устройстве и зарядный ток упал почти в ноль 0 1 ампер но он падает до нуля то есть батарейка у нас стоит на буфере вот два одинаковых устройства с одной партии с одного магазина в один день заказываю в один день пришли но напряжение окончания заряда у них разные у этого 14 7 у этого 14 8 также как у вот этих вот двух братьев по счастью и несчастью так ну что давайте замерим плотности что нам удалось достичь с помощью основного заряда ну плотность у нас 121 с учетом того что мы дали ли водичку то есть плотность у нас осталось на прежнем уровне плотность не поднялась так друзья по моему здесь ошибочка вышла когда я говорю что батарейка 21 года я более внимательно рассмотрел там увидел вроде как цифру 2 скорее всего батарейка 22 года то есть даже теоретически она не могла простоять в этом магазине два года но год это легко поэтому где я где-то получается где-то вас мягко скажу обманул хотел сказать по-другому ну ладно так ну что давайте скинем наши крокодилы и подкинем другие крокодилы с так у нас чуть здесь получается наверное будем цепляться самому дальнему потому что вот к этому подкинемся и продолжим работу уже на вымпеле дадим полчасика батарейки отстояться прямо на вымпеле так что у нас здесь 13 7 подождем пока о блять а чё ну фу напугался подождем пока упадет нрц вольт до 13 3 13 2 и начнем работать немного прослабим адрес батарейки чтобы она легче уже начала набирать обороты так но в принципе пока ждем так ну вот нрц упал она за 13 4 давайте наверное сделаем некорректный замер что у нас покажет тестер после абсорбации то есть после работы опять же вот китайским устройством я о нем уже отзывался устройство в принципе не походят для определенных задач давайте все-таки сделаем замер и посмотрим итак ставим наш тестер 520 ампер так видим 84 процента уже 477 ампер 13 и 579 сопротивление заполним эти цифры ну почему я делаю эти замеры что после недавнего ролика такие же зарядные устройства очень много комментариев что дядька ты гонишь пургу все справляется все нормально все работает какие-то механики даже пишут автосервисов ну продолжим работу так накидываем крокодилы и будем подключать наш вампилок это как как бы многие люди которые хотели для себя выяснить они выяснили а кто-то встал стойку блять не знаю отоса или чего из этой стойки выходить не хочет ну стойте дальше продолжайте стоять а мы будем работать так 3 амперов подключаем зарядник так поскорректируем начнем 5 амперами батарейка скорее всего разгоняться у нас сейчас на да что ты блять на трех амперах не будет на пяти процентах потому как очень продолжительное время батарейка эксплуатировалась в сдутом состоянии сульфаты за это время у нас закрепились и пластины покрыты вот этим налетом который имеет такую перманентную структуру маленькое время сегодня сделаем хотя бы один до заряд успеем без 24 и оставим наверно батарейку на буфере опять же на вот этом устройстве я уже говорил что буфер у них принципе неплохой ладно забегать вперед не будем будем смотреть по итогу нашей работы друзья ну вот как опять пробегусь впереди пара и паровоза обязательно он не наедет на пятки час 12 мы проработали батарейка легко разгоняется до 16 с половиной вольт разогналась были клиенты поэтому не удалось включить свое время на запись ну разгон был до 16 с половиной вольт на 3 31 ампер наш корейский друг неплохо оказывается разгоняется сколько раз себе даю за рук не говорить глоб пока не перепрыгнешь поэтому вот эти гадания на кофей на гуще и утверждения я стараюсь обходить их стороной каждый отдельный случай может быть отдельным случаем поэтому так ну давайте через час через часок замерим плотность плита куда я опять оревометр высуну так и он у меня вот давайте посмотрим что у нас за час произошло при разгон на 16 с половиной вольт нашего корейцы ну вот видно что электролит мутный вот это вот зарядки интеллектуальными устройствами электролит мутный электролит как бы вроде и батарея абсолютно холодная абсолютно холодная так плотность 124 владелец заряжал самое непонятно какое устройство непонятно что и батарея эксплуатировалась самого начала она эксплуатировалась в я предполагаю что она была разряжена после того как ее установили на автомобиль естественно все зарядные токи которые может выдать генератор колотили по пластинам скорее всего вот это вот такой цвет электролита у нас и появился ну что ж ладненько продолжим работу и подключимся после того как закончится этот зарядный цикл 2 часа 26 минут наш стартеров потребляет мою электроэнергию и за два часа 26 минут плотность у нас на текущий момент 124 124 рабочий день у меня заканчивается так что у нас с этой батарейкой и поэтому где-то через полчаса работу с ней мы прекратим здесь пойдет окончание работы так сегодня наверное я ее оставлю на буфере ну давайте посмотрим по завершению через полчаса сделаем очередное включение записи наш корейский товарищ сигнализирует нам что заряд окончен ну раз окончен так окончен так сколько там времени сколько там таймов на кокола у нас 3 часа 43 минуты проработали с корейским другом отключаем зарядное отключаем крокодайлы и смотрим плотность температура нормальная как вам пирометр ништяк ништяк добрый ну давайте то скажет что-то тушки этот провинциальный аккумулятор 22 градусов прогрева нет так плотность у нас 125 125 оставляем эту батарейку на отстой до утра и утром будем поглядеть уже что там конкретно у нас по нрц ну что наш корейский друг отстоялся отстоялся в течение 15 на часов как обычно давайте замерим сначала не стал оставлять на буфере для того чтобы определить энергию так мы видим 95 проценте ков посоху 1330 нрц много вопросов задает по поводу нрц какое должно быть нрц у аккумуляторов как определить по плотности по всему прочему но так и плотность у нас 126 товарищи так видно да что хочу заметить вот вот эти все форму все все вот эти вот математические расклады определение плотности по нрц это чушь болотная потому что у разных производителей может быть разная нрц у них батарей после отстоя нрц может быть и 12 и 6 и это как бы для нее нормально при плотности а при удалении стратификации при нормальной плотности при удалении стратификации у других же батарей нормальная нрц это 13 и 1 поэтому определенного какого-то определенного какого-то такого параметра для всех батарей быть не может но в данном случае у нас явно завышенная нрc 13 и 3 вот даже вымкнул отключение видно что сертификацию мы не удалили напомню что когда привезли батарейку у нас нрc в 1222 то есть застоявшийся сурфат который образовался во первых ввиду длительного простоя во вторых неправильно обслуживания и у клиента были проблемы chevrolet cruz у него проблемы с электроникой бывало такое что машина глохо и приходилось ему гонять машина не заводилась сейчас вроде заказал какой-то блок то ли блок предохранителей то ли блок то ли мозги какой-то блок то ли блять этот фундаментный блять что-то он заказал потому что проблем повторюсь проблемы с запуском возможно вот этот электролит который был у нас мутный он и образовался из-за того что были просадки после просадок автомобиль заводили и активная масса отбивалась именно большими токами которые выдает генератор в первые там минуты бывает 10-20 минут первые бывает пять минут всегда по-разному и какую-то константу подводить под этим тоже я не могу либо мутный электрод образовался из-за именно по вине продавцов то есть вот эта . я если назвать это магазином то это будет очень сильно это торговая . где торгуют вот этими аккумуляторами у нас они есть у них такая как неплохая черта блять особенность не особенность но они иногда делают под заряд батареек них там несколько трансформаторов блять несколько трансформ самодельных трансформаторных устройств зарядных и чтобы чуть-чуть оживить это все началось после того как я начал ездить и выбирать батареи сейчас я стараюсь тоже не ездить потому что было такое пара клиентов там приезжали через два года вот ты блять не выбрал батарею она у меня наебнулась мяч чё ты можешь это это сказать вот ну вот так поэтому говорю клиентам привозите покупайте привозите на выбор ездить не буду подобрать по параметрам могу а потом держать ответ какой-то или бэкать мэкать блять нахуй посылает тоже лишний раз напрягать свои нервы не хочется так вот они у них было даже такое что они доигрались лет на ночь оставляли аккумуляторы на этих трансформаторах устроили там тоже такое магазины аккумулятор сервис и то ли батарея взорвалась у них то ли блять зарядная загорелась короче был пожар но это года три-четыре наверно года четыре или пять даже тому назад и возможно вот эту батарейку была у них передержка на этом трансформаторе я еще раз повторяю враг трансформаторных устройств самодельных тем более где-то не праве подбор неправильных диодов кричат на тиристорах блять но если выпрямление идет неправильно переменного в постоянный ток там бывает полу период проходит через трансформатор то она будем так говорить с 220 можно любое напряжение выбить там 12 14 16 18 вольт но чтобы выровнять его бывает ну из-за неправильно подобранных диодов получается не не полное выправление тока и какая-то доля то ли полу периода то ли тонкости я не знаю я знаю то что вот современные батареи очень часто кончают именно блять вот трансформаторами адептов-то много трансформатор вот у меня трансформатор всю жизнь заряжаю молодец заряжай я разве против каждый имеет право на то что слева и то что справа ну что ж подключаем зарядное также на 3 амперах и продолжаем работу пока не выковать им с этой батарейки оптимальную плотность напоминаю что я дарил по 40 миллилитров каждую баночку по 40 миллилитров так рога комсомол ну что наш стартер легко и просто на трех амперах сегодня набирает 16 с половиной вольт хотел сказать 16 с половиной тысяч оборотов блять ну пусть оборотов и начинают раскручивать стратификацию лохматить ее по всем пластинам равномерно намазывая как бутерброд так время сколько прошло время времени прошло 44 минуты и всего лишь 2 ампер чека наш стартеров поглотил своим пиво продолжаем продолжаем работать наш стартер из южной кореи простоял на дозаряде 3 часа 25 минут и две карты у нас служилось почти две полторы вот падение напряжение окончания заряда на одну точку то есть 16 4 было 16 5 и прыгать на 16 и 3 и выпил нам сказал что хватит 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 дайте отдохнуть дайте я покайфую без корейцев давайте посмотрим плотность так плотность 1 28 у нас 1 28 сейчас в дело вступит ваше слово товарищ маузер сейчас я замерю плотность по всем банкам рефрактометр и дадим батарейки отстояться пару часиков сделаем замеры наверное думаю что эту батарею мы будем отдавать то есть заканчивалась не работу и через парочку часов мы сделаем замеры так по поводу рефрактомера рефрактометра фотографировать и выкладывать фотографии с каждого замера я не буду целкости у меня нет камера плохо схватывает метится целится я думаю ни к чему надеюсь что поверите мне на слово потому как я работаю не на эксперименты не на экскременты я работаю на клиентов и все вот эти дела я показываю клиентам если клиент смотрит мои ролики если он мой подписчик то в принципе то что я сейчас говорю то что я скажу потом о том какая плотность в этих банках он может легко проверить и это это просто он приедет скажет олег николаевич а ты пиздобу оказывается то есть будет нанесен удар моей репутации и исходя из этого подписчикам придется иногда верить не на слово чтобы не загружать вас вытягивая ролик ролики и кроме всего прочего у меня куча работа работы которые иногда приходится задерживаться чтобы задерживаться допоздна чтобы ее доделать то есть сам говорю об одном а сам тут же вытягиваю блять ролик в неимоверность бесконечность неимоверную бесконечность пиздобу ладенько давайте сейчас замерю по всем банкам и сделаю еще одно подключение записи кое-как навел прибор вернее навел прицел и это у нас замер последней банки то есть плотность у нас 127 во всех банках кроме двух в этих двух банках у нас плотность 129 давайте вместе с вами сейчас мы замерим уровень в этих банках если он будет меньше чем в других в тех в которых 127 значит мы добавим сюда еще водички так да уровень в этих банках меньше блять или на корейце на корейском заводе у них непорядок заливкой либо батарейка такая либо ну факт остается фактом в этих банках у нас меньше такая вот эту банку не мерил здесь вроде нормально так нет поменьше теперь долью по 20 миллилитров еще в эти две баночки даем отстояться два часа и сегодня сделаем еще один дозаряд придется сделать нам еще один дозаряд чтобы по всем банкам подровнять подкорректировать плотность электролита наш стартеровка стоялся два с половиной часа абсолютно не хватает времени на запись в основном все батарейки делаю на автомате а здесь приходится записывать поэтому такая получилась оттяжка так 127 плотность давайте сделаем еще один дозаряд сегодня и блять не нет ни даже не надейтесь впереди паровоза не побегу просто сделаем еще один дозаряд так нрц 13 3 врубаем выпилок на 3 ампера а что ты блять очень чувствительный пойдет посмотрели вот так пойдет 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 поедет ну что ж ждем окончания этого дозаряда замерим плотность и будем принимать решение дальше как война нам этот план покажет так ну что в очередной раз нам выпил говорит ауфидер зен гудбай майваз гудбай отключаем и наблюдаем отключаем здесь так ориометр давайте замерим блять что-то я не пресек сколько там времени у нас ушло так ну мы видим 128 128 даже с небольшим нет чистых 128 сейчас произведу замер рефрактометром и продолжим наши размышления размышления ну вот навел кое-как прицел 128 с половиночкой это вот в этой проблемной баночки так давайте сейчас метнемся во вторую проблемную баночку замерим здесь и постараемся сделать какие-то выводы так в этой проблемной баночки жестких 128 у нас прям на и жесточайших поэтому работу с этой батарейки мы прекращаем так сейчас давайте я вам покажу как происходит заколачивание отверстий 1 минута 1 секунда так вот таким образом заколачиваем плотничком молотком можно любым забивать даже кувалдой но кувалдой сильно не над не размахиваетесь вот так чтобы плотничком она лежала в этой плоскости и поехали готово готово вот это вот неплотно у нас вот теперь плотничком готово 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 так что же вы от меня все прячетесь куда я вон там мерил сейчас принесу тестер давайте проведем некорректный замер тестер с работу с этой батареей я считаю завершенный сделаем некорректный замер и буду наверное начну монтировать ролик так но 94 процента мы видим нрc еще 1381 506 ампер батарейка выдает 546 у нас миллион ну давайте-ка наверное у меня еще работка здесь есть давайте еще дадим батарейки хотя бы полчасика отстояться и сделаем еще один некорректный замер после небольшого отстоя нрc очень высокая пластиночки у нас покрыты пузырьками лимонада надо дождаться пока эти пузырьки схлопнут чтобы у электролита был более тесный контакт с пластинами от этого напрямую зависит наша электропроводность и поэтому как-то пока нам еще пока вот именно поэтому замер наш некорректный и поэтому давать какие-то выводы нам еще рановато давайте еще полчаса подождем хотя бы полчаса друзья прошло 35 минут матрика еще отстоялась слегка слегонца давайте сделаем еще один замер и будем подводить итоги нашей работы и сделаем такой жирный слегка жирный слегка толстый резюме по итогу так ёпта пирмидиатор так 96 процентов батарея вывозит возможно она бы и вы вытащила вылезла бы с нее и все сто процентов возможно после отстоя сто процентов у нас и появится утром клиент приедет заберет ее так ну что хочу сказать почему то вот такой результат почему именно 96 процентов но скорее всего это связано с тем что эту батарею передержали в магазине неизвестно что с этой батареи в магазине делали ну и по моим личным наблюдением вот эти вот стартера корейские аккумуляторы либо они вытаскивают то что в них заявлено один в один либо немножко не дотягивают очень редко очень очень редко было такое что было небольшое превышение заявленных параметров а так ну батарейка так себе внимательно разглядел все-таки батарейка 22 не 21 года под увеличительным стеклом сначала я возможно погорячился что 21 года батарейка 22 года так ну что еще хотел сказать ну примерно так вот я обслуживаю батарейки которые без пробок приходится их сверлить проникать в область электролита замерять уровень плотность подводить подтягивать и доводить до ума батарейки ну будем надеяться что это батарейку вы еще как-нибудь повстречаете возможно весной мой товарищ мой хороший знакомый и будет возможность мы будем отслеживать ее историю ее биографию на этом друзья что хочу вам сказать не сказать а пожевать всем добра удачи мирного неба над головой не ссорьтесь не ругайтесь любите близких уважайте старших всем добра удачи здоровья самое главное берегите свои батарейки да если не хотите потерять меня из виду вы знаете что делать будет еще несколько интересных роликов на надеюсь на интересные темы которые несколько роликов я запланировал одновременно и записываю ну и ближайшем ближайшие дни ближайшем будущем я надеюсь вы с ними встречаетесь вы их увидите ну что ж всем пока